вот там где жигули стоит там 4 снаряда легло в дом то есть вот это самая печальная картина то есть у людей не жить не сейчас как раз занимаемся что просили тихие дети обуть обогреть по большому счету на улице кузбаска это там разрушение еще больше здесь большей частью пострадала повыбивала стекла девятиэтажки будут в районе церкви основная часть легла частный сектор с той стороны на улице кузбаска там через дом разрушен ранила его ранила собачку вы целые все нормально затыкали где там не замерзли наши поехали это до знакомых дети а мы с дочкой это в одной кровати в комнате там под тремя одеялами холод была там кухня только нагнулась она как начал штукатурка там облетела эти самые там потолок пробила он дом вот видите вот тут попробивала вот еще вот это у нас загородило что сюда меньше это собаку или в будке его ранило он собаке кровь тут он все в крови вон стены что ли все это салон все там сгорело угас один упал вот подбор воронка и один вот там вот это пробило все вот это вот тут дочка стояла держала двери как она пустилась я не знаю ты ее бубила кошек побила сарай попала в трубу от газовой трубы загорелся сарай загорелась крыша этой временки от этой крыши туда значит мы вызвали пожарных их не было два с половиной часа тут горело все два с половиной часа у нас истерики если бы они хотя бы приехали сразу или не знали или мы последние здесь были в их точке приехали через два с половиной часа когда все сгорело смотрите вот здесь смотрите вот она временка тут бабушка приехали с бы а избели как это называется это дочка сказала сказали раненые есть мы говорим нету хотя у мужа тут все пекло три пальца и вот сюда на грудь кирпич когда били то у него сюда на грудь кирпич упал он сейчас еле тоже дышит и пальцы обожженные рука обожженные у дочки обожженные вот это вот только успели выскочить когда она занялась и стала хлопать этому этот шефер но она шлопать нельзя сюда потом завелось и нельзя через этот дым пройти у нас две кошки загорелы элитные не знаю даже и мы уже не могли ни обувь ничего вот мы остались я не знаю как и даже поеду домой на ленинградском мы там там квартира двухкомнатная но у меня двое детей а мама здесь жила отец умер и она прописала дочку . инвалид детства люда побежала за пленкой вчера мы же уехали уже было темно нам же тут же ничего нет ни света ни газа не не тепла мы уехали сказали пленку привезли никто не мог на этот дом взять вы бы здесь залегли вот между этими двумя вот здесь вот тут выбивала вот отсюда кирпич упал прямо залетел я не знаю что он ударил сюда моего мужа мы живы а нашей галине ноги оторвало у галины аникиенко ноги оторвало так ладно лен я поехал что у нас что что у нас что мы можем нет они стоят друг на друга стреляют ну что такое сидит в окопе бан туда оттуда бух прилетел что это такое гоните их через границу на границу выгоняйте выгоняйте дайте что нибудь дайте что нибудь дайте что нибудь дайте что нибудь Может быть они пойдут по квартирах сейчас. Скажите, а по сколько дают плёнки? На квартиру. Сколько? Ну, сколько на квартиру? Какая квадратура? Ну, на двух, я не знаю, сколько тут вы отрезаете. Раздаём по метражам, ну, какая была квартира, сколько стёкр, сколько окон, так и выдаём. Спасибо. Ну, теперь я вижу, что... Ну, вообще, как бы... Даже не знаю, как вам сказать. Сначала было по квартирам, по площади квартиры, сколько окон, ну, а сейчас, как бы, ну, времени нет, рук не хватает, как бы, ну, в основном пенсионеры, поэтому, как бы, надеемся на честность. Ну, так и выдаём. Эта плёнка покупалась, это волонтёрская организация, да? в целом, первая очень, да? Я хочу, чтобы снять все, что это у нас. Здесь у нас где-то городская церковь, Администрация, как бы, основные люди приехали, которые сейчас организуют этот процесс. Вот за Киевская 46, вот если за этим домом, вот так дом стоит поперек. Там сейчас МЧСники работают, службы ССЖКХ, ЖКХ всего микрорайона Восточного, отрабатывают в основном все дома, где были пожары, где были прямые попадания снарядов в дома, и где необходима помощь. Сейчас люди туда приходят, оказывается, что где-то помочь там также выдают пленку. Инициативная группа Вместе. Мы находимся по адресу город Мариуполь, улица Энгельса 39. Да, это пристройка напротив недостроенного храма. Там дежурят наши активисты, они собирают помощь, все необходимое. Плюс есть в фейсбуке группа, фейсбучная группа, инициативная группа Вместе. Там есть все необходимые координаты, куда перечислять карточный счет, адрес и контактный телефон.